Здравствуйте! Вот недавно открываю я журнал «Наука и жизнь» и вижу там новую работу Константина Никифоровича Мухина. И написано там, вот вы знаете, недавно умер Константин Никифорович Мухин. Это было дело в начале 2017 года, я его прочитал. Мухин, он умер в 2016 году, вот успев закончить свою последнюю. В общем-то говоря, научно-популярную работу по экспериментальной ядерной физике. Константин Никифорович, он царство небесное, как говорится, он 1918 года рождения. И мне в мыслях не было, что он вот до сих пор жив, до сих пор вот был жив до 16-го года. А то бы я его наверняка пригласил бы к себе на передачу, на телевидении. Дело в том, что этот человек, ну, как бы сказать-то, вот бывает человек легенда, а человек книга. Потому что многие поколения людей изучают экспериментальную ядерную физику по его книгам. Экспериментальная ядерная физика в двух томах. Вот такое вот издание его. Вот мы его все читали, сдавали, изучали, находили в нем какие-то важные и нужные для себя, так сказать, сведения. Вот на картинке, например, на обложке вот этого тома, это, по-моему, второй том, это изображен знаменитый опыт по распаду канольмизонов. Такой он знаменитый тем, что в этом опыте вот эти канольмизоны ведут себя сразу, как две частицы. Долгоживущий канольмизон и краткоживущий канольмизон. И вот распались вроде краткоживущие. А там, оказывается, они есть опять. То есть он един в двух лицах. Это вот такие вот необыкновенные свойства квантового мира. Вот, я помню, я сидел в первом ряду на его лекциях, он их вот читал всегда. Так что он меня в лицо-то помнил, да, я ему примелькался. Примелькался. Может быть, даже он от меня чего-то ждал такого вот больших физических результатов. Он был современником, значит, Курчатова, он работал под его руководством. Представляете? Вот он... Это фантастика. А, между прочим, поколение вот этих вот молодых людей знакомились тоже с физикой по его книге «Занимательная ядерная физика». Я помню, я тоже читал в школе. И там в конце этой книги было такое, как бы сказать, напутствие такое, да. Вот, конечно, мне хочется, чтобы вы пошли бы вот учиться, так сказать, в МИФИ. А он сам был из МИФИ, он у нас в МИФИ преподавал экспериментальную ядерную физику. Ну вот, что, кому вы отдадите выбор? Вечно молодой, но старой, как мир математики, зрелой физики или юной, подающей надежды биологии. Там еще химия была, не помню, как он химию называл. Это вот, так сказать, четыре дамы, которым вы должны выбрать, кому отдать свое сердце, да. Своё, так сказать, яблоко, как, так сказать, париз, да. Есть, так сказать, три грации, а тут вроде как этих граций было четыре. Математика, физика, химия и юная еще совсем биология. Вот. Ну вот, я выбрал эту самую физику ядерную. В общем, не пожалел, необыкновенная совершенно наука. Ну, надо вам вот что сказать. Да, сейчас вот в науке жизни печатается с продолжениями вот его, собственно говоря, последняя книга «Экзотическая ядерная физика». Он еще раз, я с удовольствием ее читаю, каждый месяц вот по кусочку вот этому, вот о том, как появлялись наши знания физики, ядерной физики. Вот это вот, долгое время это был передовой рубеж, на котором наука встречалась познанная, встречалась с непознанным. Постепенно непознанная превращалась в познанная. Вот так вот. Вот так. Такой вот замечательный человек был Константин Никифорович, а я даже не знал. Вот какая-то такая, представляете, вот я на телевидении уже больше десяти лет работаю, и я мог с ним кучу передач сделать, и я не сделал, представляете, как нехорошо. Так что вот с людьми, которые старше вас, вы спешите общаться, спешите вот что-то вот такое вот с ними вместе сделать. Не только им приятное, но какое-то приятное прийти ко мне на передачу. Это ничего не приятного в этом нет, это работа, труд. Вот. Но все-таки спешите получить от них побольше. Желаю вам удачи, всех вам благ.